Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии! Сегодня у нас будет такое интересное развлечение, связанное с испытанием достаточно интересной и крупноформатной для цифровой техники камеры. Речь идет о Fujifilm GFX 50R. Замечательная камера с 50-мегапиксельной матрицей, кажется, ничего лучше придумать нельзя. Удобная, с объективом 63 мм светосилой 2.8, которую мы будем использовать в основном с другими объективами, поскольку это оптическое изделие лучше не испытывать, ибо вы почувствуете массу отрицательных эмоций. Поэтому мы будем использовать эту камеру достаточно своеобразным способом. Мы снимем объектив, поставим эту камеру на адаптер, вот такой адаптер, который подходит к камере 4х5 дюймов. То есть здесь графлоковская посадка. И вот эту замечательную систему, о которой я говорю, мы с вами будем использовать совместно с пленочными компонентами. А именно, мы с вами возьмем пленочку 4х5 дюймов, вот в таком комбинации. Значит, и возьмем пленку 120, тип 120, то есть 6х7. То есть у нас будет две пленки. Пленка вельве сотка 4х5 дюймов, это для обзорных снимков. И узкая, относительно узкая, широкая пленка, тип 120, с кадром 6х7 сантиметров. Разница между ними то стоит только в том, что это на грани срока годности. А это абсолютно свежая пленка. Ну, почувствуйте разницу по картинкам. Адаптер будем использовать родной Хорсмановский, который имеет размер, как я уже говорил, 6х7 сантиметров. Ну, и горофлоковские стандартные кассеты элиты. Однако, оптические элементы у нас будут очень оригинальные. С одной стороны, это будет сейчас монтированная на Вудман фирмы Хорсман камеру 4х5 дюймов. Объектив APA Sironar с фокусом 150 миллиметров, который стоит на ней. Он апохроматичен, и поэтому никаких претензий по сравнению с этим изделием. Предъявить к нему нельзя. И второй объектив, крайне архаичный. Это объектив Дагор. Вот он виден на более крупном плане. Который смонтирован в затвор Копал 3. Для того, чтобы отсекать необходимые выдержки. Объектив очень старый. Он у меня показан в книжке специфической. Эта книжка называется «Дагор. Искусство фотографии». Это такая беленькая книжечка, которая вышла почти 10 лет назад, с которой началась серия о фотографических объективах. Этот объектив интересен тем, что это асимметричный, один из лучших объективов своего времени, выпущенный на фабрике Герца. Подробное описание, как я говорил в книжке, я не буду повторяться. Там все есть о всех его особенностях. И на самом деле конструкция Дагора положена была в основу всех объективов современных, высококачественных. В том числе и апохроматический, как апосеронар фирмы Роденшток. То есть, на самом деле, это такой прадедушка современных форматных объективов, да и многих объективов, которые позволяют современным фотохудожникам добиваться высочайших эстетических результатов. Мы используем вот этот архаичный объектив, которому больше 100 лет, Дагор, Допеля, Насигмат, с фокусом 240 мм и начальной светосилой 1,6,8. И его правнучка. Значит, это апосеронар 150 мм. И будем последовательно снимать. Ну, первоначально будем снимать, делать обзорные снимки на формат. Соответственно, 4 на 5 дюймов, используя вельвию на грани срока годности. Потом будем делать кадр на пленку тип 120 с помощью вот этого адаптера хорстмановского, который будет монтироваться на эту камеру. И в конце всей этой истории будем снимать на цифровую камеру Fujifilm GFX 50R. И посмотрим, сравним, а дает ли какие-то, кроме удобства, возможности дополнительная цифровая камера. То есть, вот такая история у нас с вами сейчас будет осуществлена. Но начинаем мы с того, что, конечно, то, что называют полуформатной камерой Fujifilm, это, мягко говоря, не так. Вот сейчас вы видите на картинке как раз соотношение форматов. 4 на 5 дюймов, 6 на 7 сантиметров. И формат, собственно говоря, матрицы камеры GFX 50R. Это 43,8 на 32,9 мм. Конечно, это никакой не полуформат. Скажем так, это можно сравнить с камерой 6 на 4,5 сантиметра. Были такие супероконты маленькие. Она у меня описана в книге Tessar искусства фотографии. Очень качественная камера с очень хорошими объективами. Вот где-то в 5 раз более тяжелый Fujifilm может с ней сравниться. Так, камера, кстати говоря, умещается в нагрудный карман рубашки. Она вот такого размера. Теперь дальше. Разницу в формате, поскольку мы поняли, можно и перейти непосредственно к съемке. Всего было сделано 3 съемки в разных местах. В Киржаче, в городе Александрове и недалеко от Кольчугина. Ну и финальная съемка была проведена в районе города Переславль-Залезский. Посмотрим, что из этого получилось. Мы находимся недалеко от города Киржач. Очень красивое место, речка, что позволяет нам сделать несколько пробных кадров. Ну, то есть, воспользоваться и цифровой камерой в качестве адаптера к форматной камере. И, собственно говоря, съемку на пленку и на адаптер. Вот я его одеваю, навожу на резкость и снимаю. Ну вот, я навел на резкость. Проверил с помощью установочной лупы, что происходит. Теперь я абсолютно уверен в резкости кадра. И можно начинать замеры. Сейчас я замерю специально адаптированным для этих условий экспонометром по отраженному свету, поскольку подойти не могу. Передо мной речка. Я проверю экспозицию и проэкспонирую. Объектив Дагор имеет уникальное значение диафрагмы. Это связано с тем, что в те времена еще естественная система не была полностью разработана. Итак, я произвел все необходимые приготовления, то есть настроил цифровой задник к этой камере, выставил такую же экспозицию, одну шестидесятую секунду, ту же пленку, 100 единиц, как бы в камере. Ну и понятно, что диафрагма тоже 11. Я буду делать, снимать тот же самый кусочек, который был снят на маленький фрагмент непосредственно узкого кадра, ну, относительно узкого, 6 на 7 сантиметров. Уважаемые слушатели, я произвел подготовку уже съемки на форматные листы, 4 на 5 дюймов. Все то же самое, экспозиция у нас 1,6 секунды, диафрагма 11, наводка на резкость. Единственная особенность, я немножко наклонил заднюю стенку верхним краем назад. Для чего? Для того, чтобы переднюю травку сделать порезче. Ну, чтобы она была резко одновременно и с передним, и с задним планом. Что, как вы понимаете, в камерах с неподвижным задником, у которых невозможно ни shift, ни титул, ни свинг сделать, этим воспользоваться нельзя. Ну, я в циничной форме воспользовался, потому что мне кажется, что это будет хорошо. Проверяем взвод затвора и экспонируем. Как всегда, я экспонирую пару раз. Обычно на одну кассету делаю два кадра. Первый. И прикрыв чуть-чуть диафрагму для повышения сочности изображения, делаю второй кадр. Полезно придерживать шибера, если вы его не вытаскиваете, для того, чтобы камера не порусила, не колебалась. На полученных в киржаче снимках мы с вами можем рассмотреть несколько интересных вещей. Сначала обзорный снимок, вертикальный, 4х5 дюймов, в котором виден тот фрагмент сюжета, который был выбран для сравнения. Это интересный сюжет, поскольку здесь есть хороший передний план, хороший задний план, но и объектив 240 мм позволяет сжать пространство. Что же мы видим вот на этом кусочке, который у нас был снят и на пленку, и на цифровую камеру с 50-мегапиксельной матрицей. А, видимо, очень интересно. Во-первых, матрица почему-то ушла по цвету. То есть, все снимки сделаны ей независимо от освещения, слегка уходит в фиолетовый цвет. Слегка. Ну, это что значит? Матрица, так сказать, делает более платежными картинки. То есть, тот естественный цвет, который передан на пленке, а я использовал при этом и приемы цвета анализа для того, чтобы оценить, да, действительно, это обычная голубоватая дымка. И без фильтров, которые можно снять легко достаточно, она, так сказать, очень хорошо заметна. А Фуджи уже исправляет это изначально. То есть, как будто бы у вас встроенный фотошоп внутри. То есть, конечно, это печально, поскольку цветонарушение, которое мы видим, оно неприемлемо для творческой фотографии, поскольку не передают реального положения дел. Значит, дальше, если мы присмотримся к этим снимкам, которые вот расположены рядом, которые вы сейчас видите, то мы видим странную мутноватость. заднего плана. То есть, один и тот же объектив Дагор. А изображение разное по мути. То есть, у нас что? Получается, что Фуджи, независимо от объектива, лучше размывает задний план. Как это могло случиться? Что за чудеса оптики? На самом деле, никаких чудес нет. Это как раз то, о чем я многократно писал и говорил. Толщина пленки является все-таки достаточно большой, до 150 микрон, а приемники света в виде матрицы, они имеют ноль, то есть плоскость. Отсюда, соответственно, вы делаете, получаете результат более размытым в зонах нерезкости. То есть, бокет, цифровые камеры, на самом деле, искусственно усиливают, поскольку старые объективы, особенно столетней давности, не приспособлены к тому, что светоприемник будет плоскостью. То есть, они так не рассчитывались, они рассчитывались на толщину пленки. Ну и самое главное, приглядитесь еще раз к картинке, особенно на листьях в центральной части кадра. Микроконтраст практически у Фуджи отсутствует. То есть, несмотря на колоссальное разрешение, микроконтраст очень слабый. Что ж, двинемся дальше и посмотрим, что у нас получится в антропогенном ландшафте, а именно, в городе Александрове. Уважаемые зрители, мы переместились в город Александров. За моей спиной находится Кремль Александровский, который я сейчас буду снимать с теми же самыми процедурами, что и ранее. То есть, на формат 4 на 5 дюймов, цифровой камерой и на рольфильм для формата кадров 6 на 7 сантиметров. Посмотрим, что у нас получилось после съемок в городе Александрове. Пленки все были проявлены, и теперь их сравним. Начну сначала горизонтальный кадр со всеми необходимыми использованными фильтрами на пленку 4 на 5 дюймов. Ну, вы видите ситуацию, вы видите небольшую запруду перед большим Кремлем Александровским. Все здесь хорошо и приятно видно. ну, не весь, конечно, этот ландшафтный кусок мы будем снимать, особенно объективом до гор, поскольку он 240 миллиметров, он выжжет, конечно, кусочек. Поэтому мы средоточимся на небольшом участке вот этого замечательного ландшафта. Вот сейчас вы видите приближение этого участка и вот и будем снимать. Значит, снимем, как обычно, и на роль фильм, и на цифровую камеру. Что же у нас видно на присъемке из-за вот этого фрагмента замечательного ландшафта? Ну, что ж, ну, во-первых, естественная глубизна, которая, дымка, та самая, которая при больших расстояниях очень сильно сказывается. Пленка передала ее очень точно, особенно учитывая ее свежесть. А вот цифровая камера опять-таки умудрилась обработать, увести все в теплые тона и таким образом нарушила цветопередачу. Картинка выглядит поплатежеспособнее, но это не та картинка, которую вы снимали. То есть, когда камера за вас решает, какой использовать фильтр, какую обработку, значит, результаты контролировать довольно сложно. То есть, получается так, что, как и в первом случае, процессор, который рассчитывает, собственно говоря, результат, снятый с матрицы, он немножко навредил, то есть, исказил то, что вы снимали. В пленочной фотографии эти искажения снимаются благодаря мастерству фотографа, использованием фильтров, различных приемов фотографических, но при этом вы контролируете результат. а здесь получается так, что она думает за вас. Это печально. Ну и самый трагичный сюжет, который у нас с вами придется посмотреть, когда мы доедем до города Кольчугино. Мы продолжаем наши опыты по сравнительному исследованию цифровой камеры Fujifilm 50 мегапикселей и пленочных аппаратов. В данном случае мы используем 4х5 дюймов, как я уже неоднократно говорил, и специальный адаптер 6х7 сантиметров. И сравниваем с цифровой камерой. В данном случае я нахожусь на прекрасном поле недалеко от города Кольчугино, в котором блестяще цветут люпины. Необычайная красота, конечно, дополняет красок в наши эксперименты. Сейчас я сделаю все то же самое, что делал раньше. То есть сначала сниму цифровой камерой, затем адаптером 6х7 сантиметров на полуформатную пленку, а после этого на 4х5 дюймов на плоскую пленку. Правда, существуют отличия. Отличия связаны с тем, что я сейчас буду использовать не Дагор, а его очень красивого потомка, который состоит в том, что у меня находится в руках объектив достаточно известный. Это Апосиронар с фокусным расстоянием 150 миллиметров. Это один из моих любимых объективов. Он прекрасен, потому что он апохроматичен, он симметричен, также состоит из склеек двух как Дагор, чуть-чуть с измененной конструкцией, имеет 72 градуса и работает безупречно. Вот этот объектив проработал у меня почти 30 лет, и пожаловаться я на него не могу. Он и в джунглях, и в Африке, и в Индокитае, и в Южной Америке работал безупречно. Но сейчас мы его используем для сравнительного анализа. Так что сейчас все те же самые манипуляции, как и с прадедушкой, то есть с тем Дагором, который я вам показывал начало 20 века, только с его уже, скажем так, внучатым племянником, сделанный на фирме Роденшток. Что же получилось после этой замечательной съемки люпинов на прекрасном поле, который неоднократно за многие годы снимал под Кольчугина? Ну вот, картинка 4 на 5 дюймов, она дает представление о том участке, который я выбрал на поле расцветающих люпинов. Понятно, здесь, видите, есть и фиолетовая, и голубенькая, и желтенькая, и зелененькая. Как раз очень хороший колористический сюжет для сравнения различных носителей информации, как цифровой, так и пленочной. Что же мы видим? Посмотрим вот эту картинку поближе и сравним два кадра, сделанные на вельве и цифровой камерой. Ну, посмотрите, здесь не надо ничего добавлять. Как вы видите, не то, что микроконтраст, а передача оттенков зеленого просто ужасна. То есть, на самом деле зеленые оттенки зеленого не воспроизводят. С этим сталкивался много лет назад, когда снимал в Забайкалье за городом Чернышевск, там сопки, и там есть разные такие травки, есть голубенькими оттенками, есть зелененькими. И туда понаехал, это было, правда, почти 10 лет назад, туда понаехал куча корреспондентов, в том числе из Европы, которые снимали оголтелые эти места, значит, довольно очень хорошими по тем временам камерами, с высоким разрешением, и гордо заявляли, что они там отсняли тысячи кадров. Ну, и чем кончилось? Тем, что мне пришлось некоторым из них рассылать снимки, сделанные вот этой камерой. Почему? Потому что оттенки травы, когда она была голубая, и когда она зелененькая, то есть, вот этот голубоватый оттенок не воспроизводился цифровыми камерами, потому что, поскольку это расчетный цвет. Так что, был у меня такой прецедент. Так вот, мало что изменилось. Как вы видите, при работе 50-мегапиксельной камеры, результат столь же печальный. Оттенки зеленого передаются отвратительно. Вот, посмотрите на всю эту картинку еще раз и сравните. Как вы видите, не только зеленый провалился, что совершенно откровенно. Провалился синий и фиолетовый, что, кажется, вообще не воспроизвести невозможно. Посмотрите на оттенки люпинов. Такое впечатление, что вы смотрите через марлечку на изображение, когда речь идет о цифровой камере. И какая картинка непосредственно сделана на пленку. Ну и давайте сравним покрупнее, повнимательнее вглядимся в тот ужас, который у нас получился. Да, действительно, при увеличении в полный кадр, то, что вы видите сейчас на экране, у нас с вами картинка, сделанной 50-мегапиксельной камерой, бледненькая, плохенькая, с плохой передачей зеленого, синего и фиолетового. И вообще не воспроизводит некоторые оттенки. Ничего не сделаешь. Таков результат. Ну и следом за ней посмотрим на пленочную. Надо учесть, что я, естественно, сравниваю неполный формат кадра, сделанного на рольфильм свеженький. Нет. Я сравниваю ровно такую же по размерам кусочек, вырезаю из этого кадра 43 на 32 миллиметра, как и в матрице, для того, чтобы сравнение было адекватно. Так что решайте сами, что вам больше нравится. Оперативность или качественный результат. Ну и последний наш сюжет впереди. Он связан с дровами в районе Переславля-Залесского. Уважаемые господа, я нахожусь недалеко от Переславля-Залесского. Этот замечательный лесоповал закончился тем, что деревья складировали в такие вот замечательные кучи. Это прекрасный объект для съемки, которым предлагаю вам широко воспользоваться. Сейчас я проведу всю ту же самую манипуляцию, то есть съемка 4 на 5 дюймов, потом на полуформатный размер 6 на 7 сантиметров и в дальнейшем на Fuji GFX 50R. То есть для того, чтобы сравнить все эти картинки между собой после того, как пленка будет проявлена, а цифровая картинка отсмотрена в компьютере. С чем я предлагаю вам и познакомиться. Съемка в Переславле-Залесском состоялась и в лучах заходящего солнца, которое уже приблизилось к горизонту, я сделал несколько кадров с деревьями, которые спилены и сложены в штабеля. Результат, как всегда, неудивителен. Вот вы смотрите картинку 4 на 5 дюймов, она достаточно точно отражает ситуацию. Напомню, что я никаких фильтров в данном случае не использовал, все как было, просто использовала не очень свежая пленка 4 на 5 дюймов. И рядом после этого вы видите два кадра, снятые на пленку, то есть уже на свеженькую вельвию, с вырезанным кусочком, эквивалентом матрицы камеры Fujifilm. фильм. Да, конечно, передача по разрешению примерно то же самое, очень близкая, похожая. Единственная тонкость, процессор, который рассчитывает свет и выводит свет 0, необходимый с точки зрения инженеров, я не знаю, что у них было в головах, но, наверное, что-то было, но в результате получаются такие дрова, то есть вечернего солнца камера вообще не видит, и та самая прелесть заходящих красноватых лучей, красновато-желтоватых лучей солнца, освещающего эти спилы деревьев, она вообще не воспроизводится. То есть, по-видимому, это надо было доделывать каким-то другим способом. То есть, камера просто не видит нежного-нежного заходящего солнца. Так что, с точностью цветопередачи, к сожалению, у нас большие проблемы с цифровыми камерами, как я всегда говорил раньше. С разрешением, да, то есть, ее можно сравнить с камерой 6х4,5 дюйма, но стоит ли за те деньги, которые спрашивают за эту камеру, так тратится? Может быть, этих денег хватит на 10-15 лет съемки на пленку типа 120? Уж результат, как вы понимаете, особенно по цвету, особенно во всяких интересных местах, где колористические сюжеты очень интересны, будет совершенно другой. А так, это прекрасная камера с отличной матрицей, где, я думаю, прекрасно снимать где-нибудь в Гренландии или ближе к Северному полюсу, где цветовая конструкция окружающего мира предельно упрощена. Там она, я думаю, вполне может конкурировать с любым оптическим изделием, приспособленным для фотографии. А на этом до свидания. Северный КОНЕЦ